День Победы 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 Он был против уставов, правил, там ничего этого прописано не было, и многие вышестоящие начальники артиллерийские не соглашались. Но Сталин разрешал ему делать все, что он считал нужным, не только это, перепостроение боевых порядков, наступление. Значительный вклад Еременко в общую победу неоспорим, как неоспорим и его вклад в развитие военного искусства. В галерее второго этажа представлена авторская выставка известного фотографа из Казани Фарита Кубаева «Победа одна на всех». В ней собраны 45 крупноформатных портретов участников Великой Отечественной войны из Татарстана. Хорошо, что вспоминают наших героев, наше прошлое, истинное. Не 67 вариантов учебников, а одна выставка, но стопроцентно правдивая, это очень важно. Без прошлого нет будущего. Такая выставка – это огромное дело просветительское. На открытии фото-выставки присутствовали и выступали потомки полководцев «Победы». Ветераны Великой Отечественной, представители государственных, общественных, ветеранских организаций. Заместитель исполнительного директора фонда Сергей Шурыгин рассказал о работе фонда «Русский мир» по поляризации отечественной истории и сохранению памяти о Великой войне. В рамках акции «Вокзалы Победы» торжества, посвященные 9 мая, прошли у белорусского, рижского и казанского вокзалов. На одном из московских вокзалов работала и наша съемочная группа. 9 мая 2018 года в Москве впервые был реализован музыкальный проект «Вокзалы Победы». Привокзальные площадки были выбраны не случайно, ведь именно отсюда уходили на фронт и возвращались с войны советские солдаты. Так как вокзалы всегда были стратегическими пунктами назначения в нашей стране, и особенно во время Великой Отечественной войны очень большая помощь и очень большая работа проводилась именно на вокзалах. С вокзалов уходили на фронт наши военные, отвозили грузы в тыл, кого отправляли. В общем, вокзалы очень много чего сделали, и в этот раз мы решили задействовать наши вокзалы. С 10 утра праздник начался и на Казанском вокзале. В рамках культурной программы состоялась прямая трансляция парада Победы на Красной площади, показ тематического киноконцерта, интерактивная развлекательная программа и выступления московских музыкальных коллективов. Мы очень рады, что это место, оно достаточно простое, оно доступное для всех. Здесь очень много случайных прохожих, которые останавливаются и смотрят концерт. А между прочим, у нас в концерте сегодня совсем скоро, буквально через 5 минут, у нас начнется выступление показательного оркестра МЧС, который исполнит грандиозную программу, посвященную песням о Победе и музыке тех лет. И, конечно, хедлайнером нашего сегодняшнего концерта именно здесь, на Казанском вокзале, станет группа «Сопрано». Это женский хор, пожалуй, самый знаменитый женский хор в нашей стране. Артисты исполнили песни о войне, мире, подвиге и любви. Прозвучали великие песни «Бухенвальский набат», «Хотят ли русские войны», «Смуглянка», «Катюша» и другие. Гости столицы с удовольствием пели и танцевали на празднике. Посмотрите, какая прекрасная погода, сколько народу пришло послушать концерт. Вообще очень весело, люди все улыбаются. Вот это очень замечательно. А, Д, А, Д, А, Д. С Днем Победы! Уникальная акция «Вокзалы Победы», так же как исторический марафон «Песни Победы», направлена на развитие культурных связей и укрепление дружбы между столицами мировых государств. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом приобретает все больший размах и становится не просто акцией памяти о Великой Победе 1945 года, но и формой сплочения русскоязычной диаспоры мирового масштаба. О том, как проходило шествие в разных странах, в нашем следующем репортаже. В центре Рима под проливным дождем сотни человек. Колонна собралась у замка Святого Ангела. Прошла с флагами и фотографиями героев войны неподалеку от стен Ватикана и остановилась на набережной Тибра. Около трех сотен человек на территории российского посольства в Токио. Это уже становится традицией. Акция проходит во второй раз. Видеокадры из Кувейта. 200 человек с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную. Очень много детей на этом шествии. Память жива. Нью-Йорк. Конечно, и здесь. Сотни человек с портретами в руках. Сотни лиц на черно-белых фото. Сотни, тысячи, миллионы навсегда оставшихся молодыми. Отдавших жизнь за всех нас. Посмотрите, ленточка опять облетает Нью-Йорк. Ее можно будет видеть и на Прайтон-Бич, и тут везде на окраинах Нью-Йорка ее можно будет увидеть. А сейчас у нас рекордное количество людей в этом году. Мы надули полторы тысячи шаров, и есть еще люди без шаров. То есть около двух тысяч точно. Акция «Бессмертный полк» в США побила рекорд предыдущих лет по числу участников. В разных городах, в шествии, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, с 3 по 12 мая приняли участие около 8 тысяч человек. Это вдвое больше, чем год назад. Песня «Журавли на площади Франкфурта» на майне в исполнении популярного немецкого певца Вольфганга «Либерта» прозвучала и на русском, и на немецком. Акция «Бессмертный полк» в этот раз самая массовая. Она собрала более 500 участников, причем не только россиян. Пришли много немцев, потомков, участников антифашистского сопротивления. Все маршируют в одном строю. Российские соотечественники, проживающие в испанском Аликанте, прошли в колонии «Бессмертный полк». Память погибших почтили минутой молчания, и в качестве символа мира запустили в небо белые воздушные шары. Это очень символично, что День Победы, как во время Великой Отечественной войны, объединил весь советский народ, так и сейчас здесь в Аликанте «Бессмертный полк» объединяет всю нашу диаспору бывшего Советского Союза. Эстафету перенимает Азия, а именно Южная Корея. В Сеуле участники маршем прошли через городской парк. Многие также принесли с собой портреты своих родственников, участников Второй мировой войны. «Бессмертный полк» добрался и до Австралии. Для жителей Сиднея акция стала отличным поводом познакомиться не только с русскими песнями, но и русской культурой. Каждый год в Нью-Йорке, Москве, Риме, десятках мировых столиц по главным улицам и площадям в этот главный праздник проходят сотни, тысячи, миллионы тех, кто помнит, кто будет помнить всегда. День Победы День Победы отметили и в германском городе Нюрнберг. Сюжет об этом мероприятии подготовили победители первого телевизионного конкурса корреспондент русского мира «Семья Буркхарт». У меня есть вот такая книжка моего продедушки. Его звали Григорий Мазанов. Он прошел всю войну. Это архив нашей семьи. Когда у меня бабушка показала эту книжку, у меня мурашки были по коже. Этой книжке цены нет. Записывал военные песни. Она 45-го года. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Всех с праздником! Сегодня 9 мая 2018 года. Всех поздравляю! У высоких берегов Амура, часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный. Там стоит отважный силен. У границ зима нет. Сегодня приехали издалека, из города Орла, для того, чтобы почтить память моего дяди. Могилу моего родного брата. Александр Полосткова фамилия, из города Харькова. Был в возрасте 16 лет угнан из работы в Германии. И вот здесь закончил свой жизненный путь, не дожив до Дня Победы около месяца. Мы долго разыскивали, не могли, не знали, что погиб, ну где, как, что. Он теперь не брошенный, он теперь не одинокий. Большое спасибо Ирине, которая все это организовывает из года в год. Я полковник в запасе уже. С праздником Победы всех! Всех поздравляю с Днем Победы. Это очень великий, очень грустный праздник. Я сегодня весь день плачу. Мы приехали из Москвы специально на могилу моего прадедушки. Мы 60 лет, с ним я думала, что он пропал без вести под Сталинградом. И вот всего лишь 4 года назад мы обнаружили, что он похоронен здесь, в Нюрнберге. Он написал песни с фронта. Он написал о том, как он вернется, они пойдут на рыбалку и загребали. И эти письма хранятся в нашей семье. Вот так оживают могилы. И каждый раз 9 мая праздник. Веселый праздник. И тем не менее, со слезами на глазах приехала правнучка Михаила Пасновой. Живая для нас могила. Уже много мест, куда мы приезжаем 8 мая. Отдельно возлагаем цветы. Посылаем фотографию родственникам, чтобы им было спокойно. Что мы про них помним. Что мы помянули их родных. Так интересно, что уже прапрадедушка, праправнуки приехали посмотреть и посетить эту могилу из Москвы. 9 мая в рамках 4-го Тбилисского международного фестиваля авторской песни, который проходит при поддержке фонда «Русский мир». В Большом зале театра имени Грибоедова состоялся галоконцерт «Песни войны». В этом году фестиваль авторской песни носил название «Мне есть что спеть» и был приурочен к столетию со дня рождения Александра Галича, а также 80-летию Владимира Высоцкого. В фестивале участвуют представители Израиля, Армении, Белоруссии, Германии и других стран. Его девизом организаторы взяли слова из последнего стихотворения Владимира Васильевича Высоцкого. «Не есть что спеть, представь пред Всевышним, не есть чем оправдаться перед ним. Поверьте всем тем, кто выйдет в эти дни на эту сцену, есть что вам спеть». Впервые международный фестиваль авторской песни в столице Грузии прошел в 2014 году и был посвящен Булату Акуджаве. По сложившейся доброй традиции фестиваль проходит несколько дней. Третий день Тбилисского международного фестиваля авторской песни стал самым значительным днем этого музыкального форума. В День Победы барды 11 стран возложили венок к могиле неизвестного солдата в парке. А вечером в рамках фестиваля в Большом зале Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова прошел галоконцерт «Песни войны». На сцене выступили участники фестиваля, звезды грузинской эстрады, актеры Грибоедовского театра, президент Международного культурно-просветительского союза русский клуб Николай Свинтийский, а также танцевальный ансамбль «Ла Преби». Как рассказала барда из России Эльмира Галеева, которая уже во второй раз посетила Грузию, бардовская музыка интересна для молодого поколения и важно подпитывать этот интерес. У людей всегда была и сейчас есть потребность в искренней музыке. Это указывает на то, что авторская песня будет жить, пока жив русский язык. Представитель Международного культурно-просветительского союза русский клуб Елена Галашевская сообщила, что на следующий год планируется расширение ареала проведения фестиваля. И это неудивительно, ведь число стран-участников фестиваля увеличивается с каждым годом. В дни первомайских праздников в Риге прошло шествие против полного перевода школьного образования на латышский язык, а также начало обучения в первом классе с шести лет и оптимизации школ. Это не первая акция в защиту билингвального образования в Латвии. С начала года прошло уже несколько подобных демонстраций. По словам организаторов протеста, в мероприятии участвовали от 7 до 10 тысяч человек. Сегодня мы возрождаем через 27 лет этот праздник в другом качестве, потому что мы вынуждены сейчас отстаивать свои права. Они наглым образом наступают, оскорбляя треть населения страны непосредственно через лишение права на образование на родном языке, но и всех жителей Латвии в целом. Потому что не будет счастья одним за счет несчастья и унижения других. Тем более, что школьная реформа, она, как нас уверяют, только язык образования, это только часть реформы, а другая часть, это так называемая оптимизация. А это закрытие школы громадного числа, маленьких школ, которые остаются очубом культуры во всем регионе. Выступающие напомнили о том, что в довоенной Латвийской республике образование осуществлялось на языке семьи, а правом на создание своих школ пользовались русское, немецкое, еврейское, литовское, белорусское, польское и эстонское меньшинства. В советское время две параллельные системы обучения охватывали все образование, вплоть до высшего. Родители отмечают, что государство фактически не спросило их мнения и проигнорировало права человека. Сейчас в нашем мире происходят процессы потери национальной идентичности, размывания ее. И мы, как русская община Латвии, как русская часть Латвии, можем показать пример защиты своей национальной идентичности, защиты своих детей. На сегодняшний день полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за Вселатвийского родительского собрания за действия, которые попадают под статьи Уголовного кодекса за преступления против государства. Организатором мероприятия, которое прошло в конце марта, стал Русский союз Латвии во главе с Татьяной Жданок. Итак, сегодня наше мероприятие, наш месяц завершается, но наша борьба только начинается. Лидеры Русского союза Латвии уже назвали действия латвийских властей политическими репрессиями. В партии напомнили, что Конституция Латвии защищает свободу собраний, право участия в политических партиях и свободу слова. Правозащитники уверены, что данным решением Рига поставила Латвию на грань тоталитарной диктатуры. А мирное сообщество, и в частности Европейский союз, об этом обязательно узнают и не оставят без последствий. В Большом императорском фойе исторической сцены Большого театра состоялась пресс-конференция руководителя театра, посвященная планам на следующий 243 сезон. Первой премьерой сезона 2018-2019 года станет постановка опереты «Кандид» выдающегося американского пианиста, дирижера и композитора Леонарда Бернстайна, которому 25 августа этого года исполнилось бы 100 лет. 3 ноября на новой сцене появится опера Россини «Севильский цирюльник» в постановке Евгения Писарева. Также уже несколько раз на исторической сцене прошло концертное исполнение другой оперы Россини «Путешествие в Реймс». Теперь ожидается спектакль. Именно эта премьера 12 декабря и завершит 2018 год. «Постановка совместная с нидерландской национальной оперой. Режиссер Дамиана Микельетто, очень известный. За пультом опять-таки ваш покорный слуга. Нам кажется, что мы знаем уже спектакль, поэтому я могу немножко говорить о том, зная какой это спектакль, что он очень энергичный, он очень живой, он очень изящный. Пока вот так заинтригую немножко. Но он обещает быть интересным». Второй раз после успешного Дона Паскуаля Даницете Большой театр пригласит Тимофея Кулябина на постановку «Русалки-дворжака». Премьера состоится 7 марта 2019 года. Завершится 243 сезон 19 июля мировой премьерой одноактного балета новой работы театра с рабочим названием «Красавин Самодуров». «В принципе, если посмотреть очень насыщенный, на самом деле, насыщенный график и достаточно плотный такой сезон, я очень надеюсь, что он будет интересным и он нам даст возможность многих открытий, я имею в виду творческих и актерских. И надеюсь, что все, что мы сегодня объявили, мы обязательно реализуем». В новом сезоне Большой театр ожидает и ответственная гастрольная деятельность. Балетная труппа начнет его выступлением в Миланском театре «Ла Скала». С 7 по 13 сентября будут показаны спектакли «Байдерка», «Минкуса» и «Укращение строптивой» на музыку Шостаковича. Затем «Укращение строптивой» отправится в Ригу, где балет пройдет 8 и 9 октября на сцене Латвийской национальной оперы. «У балета три очень крупных гастроли. Поэтому вот, когда Махархазнач так осторожно говорил, что мы постараемся обязательно все премьеры выпустить, это было связано с очень-очень-очень плотным графиком жизни балетной труппы в этом сезоне. Но, тем не менее, такие планы на сегодняшний день, которые мы озвучили, мы планируем, тем не менее, осуществить». Что касается музея Большого театра, то в новом сезоне он отметит свое столетие выставкой «Музей и театр. 100 лет вместе», которая будет экспонироваться с декабря 2018 по февраль 2019 года в Новом Манеже. Обмен музейными выставками и языковые состязания, театральные гастроли и гастрономические туры – такова лишь часть программы «Перекрестного года России и Японии». Запланировано около 300 мероприятий и значительное место в сдвоенной афише года занимает тема двустороннего культурного сотрудничества. Видеоматериал об одном из этих мероприятий предоставила наш специальный корреспондент в Японии Альбина Танибучи. В Русском культурном центре города Кобе прошел первый концерт классической музыки. Для всех поклонников классики это знаменательное событие. В этот вечер звучала музыка великих русских композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Антона Оренского, популярный роман с Аркадия Абаза, а также музыка Брамса, Питкова и других композиторов. Это первый классический концерт, организованный Кобе, и нам очень-очень понравилось, это было успешно. Виртуозы из России, стран СНГ, Японии и Болгарии окунули своих слушателей в волшебный мир классической музыки. Очень приятно было выступить в этом новом зале, который был построен недавно. Было приятно встречаться с российской публикой, которая живет в Кобе, и также очень было приятно встретиться с очень отзывчивой японской публикой. Насладиться музыкой пришли русскоязычные зрители, проживающие в Японии, а также японские представители из разных сфер деятельности. Были на концерте японские политики, представители парламента города Кобе, представители префектуры и администрации города. Я депутат парламента города Кобе. Я очень надеюсь на процветание российских и японских отношений, очень надеюсь на процветание наших культурных проектов, и со своей стороны буду стараться, чтобы и культурные отношения, и торговые отношения, и политические отношения только улучшались. Японские парламентарии отметили высокую значимость таких совместных культурных проектов, объединяющих наши народы и укрепляющих дружбу между нашими странами. А аплодисменты восторженных зрителей долго не стихали. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Смотрите нас на сайте tv.ruskimir.ru, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить новые программы. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». До новых встреч и до свидания.